Привет, друзья! Рада приветствовать вас на канале Анны Франк в Нидерландах. И мы сейчас в Нидерландах вечереет в маленьком, небольшом населенном пункте, скорее деревушка под названием Эхтен. И посмотрите достопримечательность Эхтена, построенная в 1981 году жителями Эхтена, как подарок, скажем, к 800-летию Эхтена, это дерновая хижина. Вот в таких хижинах жили работники, добывающие торф в 18-19 веках. И посмотрите, это просто сооружение из досок, щели, конопатели чем-то, что подходило для этих целей. И сверху укладывали вот торфяные блоки, срезали верхний покров с вересковых торфяников и укладывали их, как черепица, внахлёст. Вот таким образом. Вообще это жилище было, естественно, малопригодным, в общем-то, для жизни. Оно очень слабо отапливалось. Посредине просто горел, или, может быть, ближе вот сюда, к краю, огонь. И вверху труба, она просто механически дым, даже без отвода какого-то особенной трубы от огня, а просто дым поднимался вверх и вот туда в трубу выходил. Вот такая вот примитивная труба. Вот окошки, махонькие окошечки. Вот шторки на них, ещё такие домотканные. Вязанные, да, они домотканные, а вот вязанные вручную шторки. Вот такой дом. Его очень сложно было отопить. В нём кишели крысы и мыши. Естественно, невозможно было их вывести. Вот, посмотрите, обходим мы с вами. Такая вот дверь туда заходит. Зайти можно и посмотреть, что там внутри. Просто это одна комната, в которой жила вся семья. Люди, ну, мало кто доживал до преклонного возраста. В общем-то, это было где-то лет за 40, до 50. Потому что в таких ужасных условиях люди были просто рабами на этих торфяниках. Закон 1901 года запрещал уже жить людям в таких хижинах. Вот, но, поскольку жилья не было, продолжали люди жить и дальше в этих хижинах. Постепенно, постепенно уже переходя в дома. И только после Второй мировой войны, в общем-то, был последний, как здесь говорят, хюд, хижина. На нидерландском хюд. Вот, последний такой вот дерновый, последняя дерновая хижина уже была, так сказать, перестала быть обитаемой. Вот помпа. Скачали грунтовые воды с помощью вот таких помп. Вода, конечно, была не очищенная. С песком, там что было по кути поднятия этой воды. Вот такие вот примитивные помпы. Вот, друзья, рада, что показала вам такую историю. Это теперь как достопримечательность Эхтена. Здесь много велосипедных дорожек, много туристических путей, красивые леса. И можно сюда приехать и посетить эту хижину, зайти. Вот, ну и тоже посмотрите, это тоже необходимое место для семьи, где люди справляли свои нужды. Рядом канавка с водой. По таким канавам отводится вода с дорог в Нидерландах. С дорог, с полей, поэтому не заболачивается. Несмотря на многочисленные осадки и дожди, и снега, почвы не заболочены. Друзья, я взяла специально фонарик, чтобы посмотреть и показать вам внутри, что. Вот хижина этой, смотрите. Вот тут мы с вами еще получше видим блоки торфяные. Посмотрите, вот как они уложены. Как черепица, принцип такой. Вот. И хочу заглянуть с вами внутрь. Вот мы заходим в такой вот, видите, вход. Вот представьте себе, мы как с вами работники на торфяниках. Вот заходим сейчас, пришли мы после работы, вечер, темнеет, холодина, сырость. Вон паутина. И мы с вами заходим. Вот здесь вот держали коз очень часто. Вот для коз, для домашней живности. такой вот как, ну, как сказать, хлев. Вот. Часть дома это был хлев такой вот. Ну, и мы с вами заходим дальше. Вот сюда. И вот, посмотрите, какая была комнатка для семьи. Тут и дети, и взрослые все. Там вот, смотрите, вдали это с чайником. Такая печечка. Вот там горел огонь. И дым поднимался вот прямо туда. А, все-таки есть, да, труба такая. Да, за чайником видна. Вот, и поднимался вот деревянный вывод уже на улицу. Вот вверху буквально тростник такой вот, нижний слой. Вот такие лампы керосиновые, видимо, или масляные. Там вот спали люди. Вот это вот, видите, шторки красненькие в клеточку. А вот там дальше. За ними были спальные места. Там матрас был, видимо, ну, скорее всего, набитый травой. И вот второе место. Вот там спали. Вот два стула и столик, где вот нехитрая какая-то еда в тарелках. Вот так вот жили. Панели деревянные. Вот такой вот домик, друзья. Вот тут о нем написано, что Плахенхюд. Плахенхюд на нидерландском. Плахенхюд. Плахенхюд построен жителями Эхтена в 1981 году в честь 800-летия Эхтена. В июне 1993 года была эта хижина полностью, значит, ну, как бы перестроена. Вот. И сказано, что этот вют, эта хижина, была жителями совершенно, ну, волонтерски. Волонтерски содержится. Содержалась и сейчас содержится. И это, в общем-то, стоит достаточно много работы и времени. И, пожалуйста, относитесь бережно к этому, к этому вот культурному такому наследию Эхтена. Вот. Ну, и вот парочка целующихся людей с таким интересным стихотворением. Мы целуемся. Я целую ее за Дерновой хижиной. Ее отец разозлился, потому что он увидел. Сейчас они поженились. И он может ее, ну, сейчас он уже целует ее, потому что ему же это позволено. Вот, видите, разозленный отец. Ну, вот такое, видите, у голландцев такой юмор, в общем-то, есть. И они могут даже о самых таких, ну, обыденных вещах говорить с юмором. Ну, вот, друзья, я надеюсь, вам понравился мой репортаж из Дерновой хижины голландской. Напомню, в хижине жили работники, добывающие торф. Их называли рабы торфяников. Торф, кстати, по каналам. Я вам об этом уже рассказывала неоднократно. В ленте у меня есть такие видео. Значит, торф по каналам в лодках дальше свозили. Их на корабли, свозили в места, где их перегружали на большие уже корабли. И развозили, использовали не только в Голландии, но и в других странах. Вот тот туалет, который мы с вами смотрели. Вот такая торфяная хижина. Дерновая хижина. Всего доброго, друзья. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайк. Лайки нам за работу. Мотивируйте нас. И до новых встреч. Мира, добра, счастья. Пока-пока. Ваша Анна и Франк из Нидерландов.